Ну, снова здравствуйте, мои дорогие и любимые селяне, селянки, горожане, горожанки и, конечно же, богом посланные мне хейтеры. Да, у меня два ЧП, два ЧП, я буду плакать сегодня, хейтеры будут радоваться, гнобить меня, но все равно я вас, мои любимые хейтеры, люблю. Хоть вы меня обзываете попрошайкой, поберушкой, заметьте, заметьте, вот я никогда на вас не сказал ни говно собачий, ни старой бабки от рыжки, никак, вообще никак я не сказал, просто я говорю, мои любимые, богом посланные мне хейтеры. Потому что ни у кого нет таких поганых хейтеров, как у меня. Ну что, сегодня готовим вкусные домашние печеньки, потому что я рикотту не продал и выкинуть жалко, приходится есть. Знаете, какая пословица, чем свиньям, так лучше людям. И будем готовить домашние вкусные творожные печеньки из творожка, да, они называются гусиные лапки, кто-то кошачьи лапки, а мне почему-то похожи они на бабкины тапки. Ну что, поехали, для этого нам нужен сахарок, вот видите, я один снимаюсь, поэтому не совсем удобно, рикотта, а вы берите творожок, разрыхлитель для теста, можно соду погасить уксусом, ванилинчик и мука и два яичка, вот такие курячие. Я беру от своих курочек, ну а вы идите, наверное, в пятерочку, магнит или еще куда-нибудь. Ну, ладно, как говорю, Господи Боже, благослови, без Бога не до порога. Поехали, поехали вместе с моими свинячьими поросячьими отрыжками, то бишь хейтерами. Погнали. Ну что, мои дорогие, высыпаем в мисочку творожок наш. Пропорции я дам в описании, конечно. Порожок. Высыпаем сюда сахарку. Выкладываем яички, разбиваем домашние. Посыпем сразу ванилинчика, чтобы вкусный запах был. Масла я не добавляю, потому что у меня рикотта жирная, очень вкусная. Добавим щепоточку сольки. Добавим щепоточку сольки. Примерно пол столовых ложки. Все это перемешаем. И вот я, значит, у меня чепо такое. Говнище это расползлось по этим, как оно называется, по дорогам. А козы мои, маленькие девчонки со своими, разрушили мне входную дверь. Сейчас, конечно, хейтеры будут пищать, кричать. Вот. Уже ванилином пахнет. Кричать, пищать, что вот опять просишь, опять выпрашиваешь. Ну вот, размесили. Мы сейчас это все. Кто не любит комочки, пусть блендером пробьет творог. Мне комочки попадаются, мне таки приятно. Вот. Добавляем муку. Вот так высыпем муку. Муку просеете заранее. А сверху на нее высыпите разрыхлителя. Слегка его перемешайте. И дальше доводим до густоты мешаем, мешаем. И вот хейтеры будут ныть. Опять попрошенничаешь. Ну, правда, сейчас покупателям до меня не доехать. Реально не доехать. А дверь лопнула. Представьте себе, что если 20 литров, 20, не литров, 20 ведер воды я выношу, выпаивать коз. Куда эту моча влага денется? Конечно же, она денется на стенки, на пол, на двери. Двери были деревянные. Подсыпаю муки еще. Двери были деревянные. И они настолько напитались влаги. Плюс их жахнуло морозом. Что они взяли, просто лопнули ветер. Козочкам холодно. Ну, как-нибудь, не знаю как. И потом рукой замешиваем. Так что, если, как говорит моя знакомая Фаина, где-то в Италии, что ли, живет в Нидерландах, она говорит. А что, не стыдно, говорит, просить? Говорит, если есть возможность, ну, помогите. А что такого тут? Тут ничего стыдного, позорного, зазорного. Ничего тут нет. И господь не оставит этих людей. И все. За их доброту. А то, что хейтеры. Ну, конечно, они несчастные люди. Больные. Они ноют что-то. Плачут. Утверждаются за счет кого-то. А чем за счет кого-то не утверждаться? Сильно тесто не забивайте, ребят. Пусть оно будет такое полу... Полу таким... Полужиденьким. Все. Вот мы сделали вот такой красивый кусочек. Так что, если есть, ребят, возможность помочь моим козочкам, пожалуйста, помогите. А кто не может, ну и не помогайте. Знаете, как каждому по себе дано, по его уму дано. Ну, вот мы вымешали кусочек такой. Будем его раскатывать. Помогать всегда никто им... К Богу приходите, тоже просите. Говорите, Господи, помоги мне. Дай мне мужа, дай мне жену, дай мне счастье, дай мне здоровье. Тоже приходите. Бог же вам не говорит, что я вам дал, и у вас все есть. Вот. А вы приходите и просите. Ну, вот и все. Как замесили тесто. Вот. И дальше вымешиваем. Подпылили немножко. И расплющивайте его толщиной примерно где-то полсантиметрика. Вот даже пальцами расплющиваю я его. А мне попадаются зернышки творога. И берите скалочку свою. Мне вот Матвиенко подарил эту скалку Белорус такой. Трожопенький. Смотрите, что мы делаем, девчутки. У нас остался с вами сахар. Вот, примерно по полсантиметра. Можете потолще делать. Вот. У нас остался с вами сахар. Берите корицу. Высыпаю в сахар. Ой, вкусно пахнет. Беру кондитерское кольцо. Вот такое купил я. И выдавливаю сочинь. Сочинь. Сочинь я выдавил. И обмакиваю его вот так. Прям плотно, 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 плотно в сахаре. Обмакнул его. Потом беру и складываю. Складываю. Приплюснул его. Расплюснул, да. Сверху посыпаю еще сахарком с коричкой. И опять складываю. Ой, уже как тапок получился. Вкусно пахнет. Не знаю как. Как вам, а мне вкусно. Выкладываю все на противень. Там уже готовый пергамент. Да, вот так. Ну что, мои дорогие. Я вот наделал целый противень. Целый противень. Видите, какой большой. Да. Сейчас разогрею духовочку. И поставлю на 180 градусов. Будем выпекать. Посмотрим, что получится. Да. Ну вы только посмотрите, какая красота получилась. А пахнут. Не передать. Ну вот. Переложил в тарелочку часть. И сейчас будем пробовать. Да. Ну что, мои драгоценные. Вот мы и напекли булочек вкусных домашних. Называются они бабкины тапки. Да. Бабкины тапки. Пробуем. Нежная. Воздушная. С запахом корицы. Короче. Мозги никому не делайте. Скиньтесь мне по 100 рублей. На ремонт двери. Для козочек. А то им холодно. И идите в магазин. Покупайте творожок. Корицу. Сахарок. Муку. Яйца. Все. И делайте внукам вкусное домашнее печенье творожное. Да. Мне по 100 рублей. А вашим внукам. Каждому по такой вкусной, вкусной булочке. Пряничку. Добра. Любви. И все полюбите моих поганых хейтеров. Да. Я их люблю. Добра вам. Спасибо.